Владимир Одноралов В площадке и ждала, кто за ней придет. Мама, папа, дедушка или бабушка. По вечерам всех детей выводят на площадку и тут раздают их родителям. В это время на площадке на красной земле лежат зеленые тени. Не жарко, но и не весело уже. Не так, как днем. Днем игры бывают и никого не ждешь. А вечером только и ждешь, кто придет. Немного веселее, когда Сережа Кувалев становится диким жеребцом и скачет между мальчишками и девчонками. Наскакивает и легается. Вообще на площадке мало интересного. Мало такого, чего никто бы не знал. А Маша знала. Было, правда, место, где два стеклышка, железная пробка с хвостиком и палочка легли так, что стали кривой рожицей. Эту рожицу и Кувалев знал. Но только Маша умела так сдвинуть ногой палочку, что рожица оскаливалась страшно. Но Маша умела и назад палочку двинуть. И рожица начинала даже улыбаться. Решила Маша посмотреть на прощание. Какую рожицу пожевать. Нет, не сдвигать палочку, а только посмотреть. Пришла в то место, а пробку и палочку подмели. Остались одни стеклышки крепко вдавленные в землю. Тогда Маша махнула рукой и захотела покататься на качелях. Но только она захотела и побежала к ним, как сразу еще две девочки и мальчик тоже захотели. И они все немного подрались. С качелями всегда так. Только захочешь, и как будто тебя подслушали. И тут Маша увидела скамейку. Скамейка стояла в углу площадки с деревянной горкой, а сбоку и над ней рос куст сирени, темный и пыльный. Ребятишки здесь почему-то не бегали. И Маша поняла. Вот где сейчас можно спрятаться и смотреть, кто за ней придет и как будет искать. А потом, как выскочить, как выпрыгнуть. Ух! Очень хорошо было тут сидеть. Видно было, и как ползет по зеленой скамеечной доске гусеница-землемерка. И то и дело притворяется сучком или палочкой. И как мальчишки бегают за живецом Кувалевым. И как приходят за ребятишками мамы и папы. И чьи они? Потом Маша осмотрелась вокруг себя. И прямо почти у ног увидела тень. Темно-зеленую, зубастую, с живым моргающим глазом. Она тянулась к Машиной тени. И получалось так, что она вот-вот должна цапнуть Машину тень за нос. Тут еще кто-то редко хрустнул. Или эта тень щелкнула зубами. Маша выскочила из-за скамейки. Зажмурилась. Побежала. И уткнулась в папу. Она понимала, что бояться больше не надо. Раз она с папой. Но все равно боялась. А папа все дергал ее за руку. И спрашивал тоже испуганно. Маш, ты чего это? Ты кого испугалась? Там была тень от волка. От кого тень? От волка? А сам он где был? Волк тоже там был. А потом ушел. А тень осталась. Объяснила Маша. Она вот там. Показала Машину скамейку. Она под кустом. Они подошли к тени вместе. И папа внимательно на нее посмотрел. Ну, действительно, сказал папа. И сорвал с куста три сиреневых листочка. Только это не от волка тень, объяснил он Маше. Это тень от дружка. Помнишь, мы были в деревне на речке Тихоне. И с нами собака дружила. Дружок, это он прибегал себя проведать. Значит, это он приходил. Значит, он меня помнит. Значит, помнит, ответил папа. Тень от дружка совсем по-дружески улыбалась. И уши у нее стали как-то не так торчать. Не по-волчьи. И значит, Маше можно теперь хоть сколько за скамейкой прятаться. А с ней будет тень от дружка.